Рухнет или нет, жители поселка Потанино живут в постоянном ощущении опасности. Их дом долгие годы стоит на стяжках. Разваливаются стены, рушится пол. В причинах разбиралась наша съемочная группа. Этот многоквартирный дом построен примерно в 20-х годах прошлого столетия. Елена Витальевна живет здесь уже больше 50 лет, с двухлетнего возраста. За это время дом очень сильно осел, прохудилась крыша и в стенах появились трещины. Когда растряшли наш дом, родители писали по всем инстанциям. Они ходили везде, писем было куча. Вот если бы ум сохранить там что-то или что от родителей, все эти письма. И они с горем пополам-то нас поставили вот на эти стяги. Вот это какие-то, я говорил, 78-79 год. И вот от этого, а потом что-то все, знаете, как-то, ну живем, да и живем. И тут, не знаю кто был, еще вы же падаете, вам жилье хоть какое-то предоставят. А вот соседка Елена Витальевна, Надежда, переехала в этот дом совсем недавно. На ремонт потратили больше 200 тысяч рублей, но толку никакого. Окна разваливаются, двери перестали закрываться. Для того, чтобы обои хоть как-то держались во время ремонта, пришлось приглашать специалистов по стяжке стен. Вот это, когда дует ветер, то есть полностью снизу, снизу еще больше щель. Она подымает даже полностью все ковровое покрытие. То есть невозможно. Ну то есть мы когда заехали, квартира была абсолютно, то есть не в состоянии жилом, потому что сантехника была вся допотопная. То есть мы, естественно, все убирали полностью до старых труб. То есть делали полностью весь ремонт. Заехали мы сюда в мае 2011 года. Вот живем по сегодняшний день, но просто невозможно. То есть все, что делали, то есть ремонт и обои клеили, все отходит, потому что дом постоянно. То там щели, то здесь продувают. С окнами тоже постоянная проблема. Смысла менять я не вижу, потому что невозможно жить. Начали делать ремонт, приглашали специалистов. Непростых, потому что там такая щель идет очень огромная в стене. И просто, допустим, заштукатурить ее невозможно. То есть надо было специальные смеси, те, которые будут именно держать дом. То, что снаружи нам сделали уже когда. То есть мы уже тогда делали внутри, потому что все, что мы делали до этого момента, то есть можно было не делать. Все это обваливалось и, соответственно, плыло. То есть делали специальные покрытия на потолке, потому что штукатурка постоянно, дом проседает и постоянно сыпется. То есть приходишь домой, просто все в этом, ну, в известке, как скажем. Если в квартирах жильцы хоть как-то пытаются поддерживать порядок, то по подъезду вообще страшно ходить. С потолка во время дождя капает вода, а лестница словно после пожара. Того и гляди, провалится под ногами. Когда идет дождь, там даже видно, то есть все мокрое, все это льется сюда. И здесь нужно еще мудриться пройти, потому что все просело. То есть это все, естественно, скользкое. Дети маленькие, что тут, что там наверху есть. То есть мы вот таким образом поднимаемся. Здесь вот можно наступить и можно провалиться сразу. Вот. Здесь все деревянное основание. Жители уверены, что дом держится на честном слове и на стяжках, которые проходят насквозь. Снаружи видно, что дом словно на части должен развалиться. И сколько времени простоит эта конструкция, никому неизвестно. Аварийным дом был признан еще в сентябре 2011-го. Вот это все тут расписано. Посмотрите, пожалуйста, какие у нас тут все неполадки. Так. Потом ответы нам дали. Так. Вот это тоже на ваше обращение. Везде это вот акты. О своем несчастье Лена Витальевна писала в разные инстанции главе города и губернатору, и даже президенту. Сейчас администрация Копейска уверяет, что к 2014 году вопрос с переселением должен быть решен. По действующей программе переселения граждан из ветхоаварийного жилья, которые действуют с 2013 по 2015 год, планируется постройка трехэтажных жилых домов в 2014 году. В одном из этих строений будет предоставлено жилое помещение гражданам, которые проживают в аварийном доме по улице Тараза 7. Потанино сейчас не ведется строительство, поэтому жители дома, скорее всего, получат квартиры в поселке Горняк. Редактор субтитров А.Семкин